Здарова! С вами, как всегда, Владимир. В интернете набрало популярность видео с летающей тарелкой над Якутией. Об этом сообщает Сака Пресс. Как отмечает издание, многие СМИ написали, что над российским регионом появился двойной НЛО, который затем исчез в портале. По данным британского издания Мира, местный житель по имени Симеон, который якобы является автором этого видео, заявил, что НЛО был хорошо виден над домами. По словам Симеона, у объекта было много огней, а также паровой след. В конце ролика видно, как открывается ярко освещенное окно над летающим объектом. НЛО исчезает там, цитирует газета жителей Якутии. Однако, как утверждает Сака Пресс, на самом деле это видео было снято весной 2017 года в Мексике. Неизвестно, фейк ли это или реальное видео с НЛО, но с уверенностью можно сказать, что это не снимали в Якутии, подчеркивает издание. Ну, что я думаю по поводу этого видео? Первое. Не в зависимости, где это снято, в Якутии, Мексике или Папуа-Новой Гвинеи, видно, что съемка производится возле населенного пункта. Напрашивается вопрос, зачем именно около домов и на такой высоте открывался портал? Чтобы обозначить себя, можно сказать, что это у них получилось. Я имею в виду, вот у этих самых-то инопланетян. Я так понимаю, что множество огней на НЛО для этого же, чтобы издалека их видели. То есть, мне непонятно, почему объект светится, как елочная игрушка и похож на делившуюся конструкцию освещения мачты стадиона. Чтоб видели все. То есть, конструктивная особенность данного НЛО предполагает то, что, наверное, высокоразвитая цивилизация, которая перемещается по порталам, еще не научилась перемещаться в темноте или же любит быть у всех на виду. Как вы поняли из моего саркастического комментария к видео, я скептически отношусь к нему, короче, по Станиславскому. Вторая новость, не менее любопытная. К Земле приближается невидимая планета, которая может привести к катастрофе. Об этом нам сообщает Ура.ру. Заявили астрономы из Университета Аризоны. Планету-призрак нельзя рассмотреть в телескоп. Астрономы изучают невидимую планету, анализируя орбиты планет в поясе Койпера. По данным ученых, планета-призрак меняет положение комет и астероидов. При приближении к Земле планета-призрак может выбить кометы и астероиды в Солнечную систему, что приведет к космической катастрофе. О боже, что же это такое? Эта новость, прежде всего, мне интересна тем, что имеет под собой официальную основу. То есть, на полном серьезе, значит, говорится, что есть некая невидимая планета. Как мы знаем, планеты бывают газовые и твердотельные, земной группы. Но вот теперь появилась невидимая планета. Физические свойства ее, конечно же, неизвестны. Из чего она может состоять? Вроде как недавно утихли споры насчет Нибиру. Якобы в эффекте двойного Солнца именно она представляла двойника. На что я в своем видео высказался по этому поводу, что, скорее всего, этими сенсационными вбросами нас отводят в сторону от настоящих, не менее сенсационных реалиях, относящихся к космической и земной механике. То есть, хочешь что-то скрыть, придумай вот такой вот бред, чтобы в него невозможно было бы не поверить, потому что сама невероятность этой новости настолько далеко стоит от здравого смысла, что человек не верит, что их так нагло, жестко могут обмануть. Гебблис по этому поводу весьма однозначно высказался. Если коротко, если вы произнесете достаточно большую ложь, именно большую ложь, и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят. И знаете, что интересно? Под этой новостью нет возмущенных комментаторов, рассказывающих, что это не может быть, потому что этого не может быть, потому что этого нет в учебниках физики. Почему же невидимую планету приняли без возмущений? Потому что это официальные астрономы сказали. Вот. Ну, а с вами был Владимир. До следующих встреч. Пока. Пока.